Браки теперь можно регистрировать на дому, об этом пишут федеральные СМИ. Мол Министерство юстиции расширило полномочия ЗАГСов, и те теперь вправе проводить регистрацию брака дома или в больнице. Только если дорога и сама церемония уложатся в 150 минут. Во все это не поверила наш корреспондент Елена Чехомова. Она разобралась в вопросе и сейчас все расскажет. Лена, так можно сейчас стать мужем и женой у себя дома? Здравствуйте, ты не поверишь, Наташа, но пожениться дома можно уже больше 25 лет. Это, возможно, было прописано в Семейном кодексе 95-го года и в законе 97-го. А сейчас такую услугу просто прописали в регламенте о работе ЗАГСов. То есть внесли четкость в документы. Но в интернете же начали жениться в тапочках дома, да где угодно, хоть в пивных. Началась путаница и стали говорить о том, что ЗАГС может по желанию граждан выезжать вообще в любое место, в том числе и на дом, и в роддом, и так далее. Нет, этого происходить не будет. На дому регистрация производится только по медицинским показаниям. Это в том случае, если человек не может сам передвигаться, тяжелобольным является. При этом они должны написать заявление о том, что просят произвести регистрацию на дому. Либо в медицинской организации, да, это тоже возможно. Плюс приложить обязательно подтверждающие медицинские документы. За прошедшие полгода в Кировской области зарегистрировали всего три таких брака по особым медицинским причинам. Кроме того, были, конечно, бракосочетания в СИЗО. Но это вообще другая тема, сюда они не в счет. Ну почему мы же знаем, что давно уже люди здоровые, обычные, женятся не только в ЗАГСе, но и, например, там в костеле, в домах культуры, да где хотят, значит, уже получается доступно? Да, но это другое в Минюсте мне сегодня пояснили, что это уже торжественная регистрация брака и даты права. Она тоже нам доступна уже больше 15 лет. Стоит 5000 рублей, проводится по согласованию с организацией ЗАГС-43, но они тоже никуда угодно выйдут. В этом месте должна быть государственная символика, хороший звук, какое-то подобие сцены, чтобы провести там церемонию. Но хоть везти ее будет сотрудник ЗАГСа, это будет, да, церемония, но нет, не регистрация брака. Для самого бракосочетания нужно будет в этот день приехать все-таки в ЗАГС, возможно, даже еще без макияжа и без праздничной торжественной одежды. Ну а потом уже праздник при гостях вот на выезде. А тогда чем вообще процедура отличается от работы тамады или там частного ведущего, например, который красиво скажет, объявляя вас мужем и женой? Да, да, вот хороший вопрос, тем более, что теперь прописано еще и ограничение. Работник ЗАГСа может вас поженить и вместе с дорогой до места вашей свадьбы и обратно вот на все про все затратить только 150 минут, да, вот 2,5 часа. А ведь кировчане в том числе выбирают для бракосочетания порой весьма труднодоступные места. Вот посмотрите. Красиво, правда? Это свадьба Кати и Андрея Дорис. Советск. На дорогу и бракосочетания там ведущая свадебных церемоний Анна Стефаненкова потратила, конечно, ни два, ни три часа. Кировчанка уверена, выездные регистрации от ЗАГСа это одно, а неординарные, необычные ее церемонии совсем другое. Они не конкуренты, хотя стоят такие услуги участников почти как в ЗАГСе. Я с огромной теплотой души отношусь тоже к работникам ЗАГСа. Они тоже делают свое дело, тоже очень трогательно, тоже творчески подходят и любят там свои пары. Мы у них, мне кажется, хлеб не забираем, они у нас тоже. У нас даже бывают соединенные свадебные церемонии, когда есть я и когда есть регистраторы ЗАГСа. Да, то есть есть, допустим, лирическая часть на мне, там история любви, всякие там трогательные моменты, а официальная часть церемонии, ее конкретно ведет регистратор из ЗАГСа. У Ани были даже желающие пожениться на фоне своего любимого автомобиля и на берегу Вятки за пять лет, чего только не было. Пять лет она уже работает. Люди хотят индивидуального подхода и да, даже так, что в день свадьбы быть вообще вдвоем и где-то далеко-далеко. Для меня свадьба – это интимное событие, где должны быть двое людей, а не гости, которые должны за вами наблюдать. Сразу хотелось какую-то маленькую свадьбу, ну, не в стиле горько, где много народу, постоянный пьяный дебош, важная нервотребка. В общем, подведу итог. На дворе 21 век ничего не изменилось, доступны все возможные варианты регистрации брака, но дома или в больнице только по особым показаниям. Лена, спасибо за интересную информацию. Мы продолжаем.